Ребята, я, короче, понял причину возникновения этого неприятного запаха. Один из моих соседей носки не стирает, он просто их складывает. Видимо, должны прилететь вороны, ему постирать, потом сюда повесить, сушить. И все будет окей. Он еще ставит тут свои кроссовки, соответственно, этот запах, он втягивается прямо сюда. То есть я думал, почему я проветриваю, а ничего не проветривается. Просто этот запах, блядь, затягивается сюда, как вытяжка, сука. Вот ты, скотина, вот ты, скотина, умеешь же ты насрать в душу, сволочь. Так, многие из вас до сих пор в комментариях советуют питаться подешевле. Я следую вашему совету. Вот что я накупил, ланчбокс с курицей, с белым шоколадом, два марципана. Это такие сыры с гангозолой и с пожитником, молоко, которое можно в носке под кроватью хранить, сок и суп. И это все вышло 44 злотых, то есть 10 долларов. Вуди и его друзья. Ну вот, короче, идеальнейшие автобаны и убитейшие, блядь, вот эти деревенские дороги. Я просто удивляюсь. Ну что, закончили мы Якуба. Посмотрим, сколько он заплатил. 45 злотых, это ровно 10 баксов. Конечно, это неплохо, но второй минус, то что я заехал просто в другой город. Давайте православный Яндекс, открывайся. Потому что он хотя бы номера домов показывает, блядь. Я бы сейчас все отдал за вот это заведение вкусная точка, но, к сожалению, я его тут не могу найти. Ну хотя бы Макдональдс тут найдется или нет. 35 минут ехать. Да ну его нахуй. Блядь, поступают заказы, просто не могу. О, кэш опять. Ну давай, 1,7 километра подача без коэффициента, но ничего не сделаешь. Смотрите, в Uber, значит, я выполнил промо-акцию 35 поездок. И теперь плата за обслуживание будет 19%, а не 25. Я уже 42 злотых, получается, сэкономил. Ну все, копы остановили, короче. Попросили в дудку, блядь, подышать. И взяли мой паспорт, короче. Мне, видимо, сейчас будет пиздец. Потому что я сегодня выпил дофига такой воды для минеральной, понимаете? Ну сейчас посмотрим. Все хорошо? Так. Денькое? Моя плач, по-моему, сужая, я 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 сужая. Чего, блядь? Моя плач, по-моему, сужая, я сужая. Моя плач, по-моему, сужая, я сужая. Впрочем, это уже совсем другая история. Да, интересно, оптика, мерседес, конечно, работает. Я въезжаю в стройку. Я въезжаю в стройку. Я въезжаю в стройку. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Э, брат. Э, братик, дай, блядь, протиснуться. Я же твой американский брат. Мне тоже Форд. мустанг и сейчас высадил короче чувака на парфюменного пошел короче клуб нихуёвый вот тут есть видеть и клуб светится и он короче туда пошел с бары 14 злотых кэша на пятерка будет и губляну нет у меня короче пятерки реально все отдал пока точу нету блядя ну нету сколько там этих шесть ебаных злотых этом доллар чем-то это ни о чем нам и блядь он настолько недовольны дал так он налад насколько вот это интересно конечно я бы забил бы хуй и ты за ебаного червонца будешь с бабой сидит блять из-за ебаного червонца человек там в костюме для такой ну видно солидной опять вторые клиенты ради двух злотых мне выебали все мозги поэтому вот эта анна идет нахуй вы живете сука в такой стране прекрасно вы из двух злотых будете ебать мне мозги но это вообще непорядочно короче я понял что воскресенье все люди бабки пропили и все уже за последние копейка будут готовы на непристойности это так мягко говоря поэтому не стоит лаять на руку дающим пятницу шиковали субботу шиковали сегодня можем хуй без соли доедать мне спокойно прогнозируем а завтра вообще будет до двух часов я понял тут основная работа есть потом только из центра заказа если тебя в ебенище отправляет этот убер оттуда уже даже желание за 30 километров в центре еще задним заказом на 20 злотых вообще нет никакого в общем основная работа сегодня это будет до двух неужели я еду в космолете я еду в машине будущего я еду в машине который стоит по аренде 1000 злотых в месяц в неделю едет катится ничего себе она даже понимать что она делает это будущее первый раз короче я вышел погулять просто даже не было времени даже остановиться отвечать как говорят то что деньги вообще тут растут на деревья садите капуста которые искал она прямо тут бери не хочу просто по двенадцатый год и тут настолько умная просто мне кажется они за счет крюса вытянули тойоту номер один дворы есть что делать еще делать в наших хрущевках ловить нечего а тут короче дворы такие интересные закоулки конечно ножом тоже могут почикать на тем не менее короче сейчас тачкает на батареи она заряжается от торможения и тогда когда едет сгарли насколько я понимаю стена справа отваливается стена справа творится да 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 я думал ты шла баум салам алейкум цены погнали а я сяду приус 30 . и поеду педроничку на закупы две торбы я уже видела 5 кабаны кабаны блять пиздец я первый раз вижу кабанов с китайцами всегда проблема они половина своей халупа перевозят блять и потом еще я должен стоять и ждать пока там с балкона деньги скинут это просто пиздец у меня уже вторые клиенты сидят меня ждут и я занимаюсь блять с китайскими движениями рисовые братья конечно блять нормально двигают ну вот смотрите что перевозим целую халупу бля по такой конченой дороге ехал боже мой боже мой как вообще тут может быть такая брусчатка это такой пиздец такая зубодробильная особенно на этой машине это невыносимо но хоть за нормальные деньги заехал за 30 злотых хоть баба блять не просила вот эти блять 15 грошей сдачи и можно тут отлить о боже это идеальное место о вот магдалина молодец отработала взять всех четырех предыдущих блять дала мне 10 злотых чийуху мне так понравилась ваша музыка давно знал что если погромче драмину включить драман бейс всегда полюбому оставляет чайвы последняя была на импрезе подошла к бару и пыталась ли я могу это палить так может пани это не шкодиво может пани 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 ну и дякую и целую дискотеку сиделам палилам и танчилам палилам и при барже палилам она оставила мне один злотый чаевых но не спросила меня можно ли тут увидеть айкос не хочется ей портить настроение понимаете а вот заказы по 10 злотых блять подачи пять километров они мне портят настроение вставляем залубку закручиваем ее нет видите я неправильно сделал а чего вы не сказали мне а сидите просто смотрите надо что ты это сначала а нет это меня слушайте я уже туплю бля я уже не могу я уже на красный свет еду проебываю повороты короче надо отдых но я не могу себе позволить отдых потому что я еще не отработал 12 часовую смену ребят как вам там нормально вообще как вы там макарон поели так ничего нажать кнопку не получается у меня 12 часовую смену отпахать я ставлю короче все программу а вот 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 шоколадный брат ходит короче перепытал меня я сначала подумал что это известный рэпер обмен нахуй но это оказался просто хуй какой то с доставки бля а меня накрывает короче не хочу глушить себе кофе и не хочу глушить себя энергетика поставил все программы сейчас в сторону дома и буду получать заказы исключительно в сторону дома поэтому не получается 12 часовая смена сейчас только что ехал чувак пьяный в дерьмо просто в стрип клуб лома меня полностью зачем я хочу вообще я и так польского не понимаю он еще пиздит у него просто говяжий язык блять и он короче включил мусло вот это а я я только так дала возможность мне немножко проснуться я понял что все таки громкая музыка она немножко бодрит я не знаю что еще делать может походить блять я не знаю по отжиматься просто по-другому но я не понимаю, как можно вытерпеть, блядь, эту смену. Смотрите, я, короче, дошик купил первый раз за 10 лет. Борща украинского, гауда, шницель такой разогреть и молока. И за это все заплатил почти 10, нет, ну, 8 баксов заплатил за это. Да, это дорого, потому что приходится по два раза такое, а ем я много. В этом и моя проблема, потому что очень много на еду уходит. Надо как-то поменьше питаться. У меня хлопцы научились, со мной живут в Беларуси работяги. Берешь здоровое ведро, покупаешь самые дешевые тушенки, вместе с киченезом, майонезом завариваешь, блядь, из этого ведра вместе. Все эти комнаты, короче, хуярите ложками, блядь. Так, на самом деле, дешевле, базара ноль. Но у меня, к сожалению, таких друзей нет, чтобы можно было с ними совместить и разделить нашу трапезу. Блядь, машина у меня не ознакомана, короче, охранник пидарас, сука, не пускает меня туда. Девушка-украинка летит в аэропорт, опаздывает. У нее маленький ребенок и очень много сумок. То есть ее не забрать по-другому. Мне пришлось встать вон там на остановке, и вот этот пьяный пидарас не открываешь лоба. Не, я понимаю, это моя проблема, он не открывает, не ознакомана. Авто, как бы в этом случае, все, но по-человечески можно было бы пустить. Он по-человечески, блядь, пускать не ходит. И сидит тут. А она просто опоздает, и куда тут идти, и как далеко идти, это тоже непонятно. Лыжи какие-то, гуси, лебеди, саквояжи, старье какое-то. Люди что-то сидят, бездельники, дармоеды. Это все не по-православному. О, дардулеты какие-то продаются. Наславлены. Но это все не настоящее, это все нарисовано, компьютерная графика. Даже неинтересно, ребят. Пойду лучше потаксую. Это намного интереснее. Ну шо, блядь, дождались, пацаны? Официально мне сейчас 34 года. Хэппи бёздэй ту ю. Хэппи бёздэй, Халим и Хастарбайтер. О, пришел заказ. И знаете, кто меня первый поздравил? Это была клиентка, которая вез. Я разговаривал с челом по телефону. Она говорит, слушайте, я услышала краем глаза то, что у вас сегодня день рождения. Я вас поздравляю и дарю им вот эти конфетки. Я говорю, знаете что, женщинка? Я проработал в такси в Минске 8 лет. И ни разу не было момента, чтобы мне кто-то что-то дарил. Большое вам спасибо. Знаете, я очень люблю белорусов. Вот сама украинка, очень люблю белорусов. И мне это настолько приятно. Честно говоря, очень много вывода делаю. Тут люди другие абсолютно. Люди живые, люди жизнерадостные. И это дорогого стоит, я вам хочу сказать. Такого удовольствия от общения с людьми. И от того, что я их вожу на вот этом грандулете, я не получал никогда. Это все супер. Короче, поздравляю себя с днём рождения. Так, ну что, очередная заправочка у нас. Можете заметить цену 2,99 злотых. Мне очень нравится, что тут топливо, оно растет и падает, как биткоин. То есть, если вчера было 3,09, сегодня 2,99. У меня на родине все только осло. Вот, как видите, топливо сегодня подешевело. Удивительно, конечно. Для меня это удивительно. Я в отвечаю. Да, конечно, выбор поражает. Водки много, очень много. Блядь, это полнейший бар. Я даже мог бы перепутать, если пьяный был. Николь. В общем, тачка эта стабильно жрет 10 литров газа на сотку. Я посчитал, что на кофе в Макдональдсе, даже по скидке, даже по акции, у меня уходит большое количество денег. Поэтому мы попробуем купить какой-нибудь кипятильник в машину от прикурки для того, чтобы сэкономить на чай и кофе. Представляете, насколько я преисполнился в этой жизни, добился успеха. Я об этом мечтал. Переехать, таксовать в Европу и экономить, сука, на носках. И мне кажется, я иду к своей мечте. Смотрите, тут есть кофемашины. Как вы думаете, может быть, мне поставить вот такую с капучинатором? Мне кажется, было бы очень прикольно. Меня смотрят как на долбоеба, блядь. Потому что я таким и являюсь. Поэтому, о, смотрите. Я, конечно, мечтал бы о OneBlade. 70 долларов. Короче, во вкусная точка на местной Варшавской Рублевке. Район называется Виланов. Паркинг тут платный на Макдональдсе. Это вас может быть удивит, но платный паркинг 24 на 7. Вернее, короче, первый час бесплатно, а остальное все платно. Ну, по машинам, в принципе, можно заметить, что этот район такой интересный. Мы в Макдрайфе стоять не будем. Мы пойдем, как бичи конченые, покупать булку. Разорви рот во вкусная точка прямо вовнутрь. Очень все со вкусом сделано, короче, люди. Если хорошо работать, можно хорошо отдыхать. Я уберу таксист. Пока что для меня вот это заведение закрыто. То есть я могу просто содержать. Это я лично для себя психологически поставил так, что я не имею права сюда заходить, пока я в смену не заработал хотя бы 10-20 долларов. Понимаете? Я поставил для себя специальную такую планку. Это меня должен мотивировать. Сейчас я могу себе позволить чашку кофе. Если я буду хорошо работать, если я не буду ебланить, я смогу себе позволить попить чашку кофе тут. Если я смогу развиться тут, если я смогу переспеть, я смогу тут съесть пиццу. Именно такие психологические цели я себе решил поставить. Так что будем к этому стремиться. Пожелайте мне удачи. И желаю удачи и вам. Итак, бабки. 706 злотых – это тот доход, который мне получилось скопить за неполные две недели работы. Без опыта, без знания города, с тремя кремыми работающими приложениями. Но я хочу, чтобы вы понимали, что это именно тот доход, который остался мне. Я его положил в карман. То есть, с общего дохода, который я получаю каждый день, вы можете видеть по этому списку, за вторую неделю я вычитал и аренду халупы, и еду, и одежду, и кофе, чай, и амортизацию штанов. Именно таким образом я считаю свой доход. С вычетом абсолютно всего. И если что-то остается у меня в кармане, я это зачисляю себе доход. Именно 706 злотых, что эквивалентно такому количеству долларов, я считаю, что это отличный результат. При том, что, наверное, ни разу я еще не проработал полную 12-часовую смену. Это не говорит о том, что работать просто. Потому что в такси, запомните, в какой бы стране вы ни работали, всегда работать сложно. Если вы не выдерживаете хотя бы минимум 8-часовую смену работы, в такси, неважно от времени года, идти смысла нет. Если вы не любите ездить за рулем, если вас напрягают люди, если вас напрягают какие-то нюансы, связанные с общением с людьми, с вождением в городе и так далее и тому подобное, мне кажется, эта работа не для вас. Но если посмотреть доход, который обычные люди в Польше, к примеру, получают на заводах, то доход в такси, сидя в своей машине. А своя машина – это то же самое, что свой родной дом, куда ты всегда можешь зайти по Греции, где ты можешь всегда поесть, покушать, попить кофе, посмотреть свой любимый YouTube. Ну, обычные люди на заводе, возможно, не могут такого себе позволить. Поэтому машина, она дает тебе возможность, к примеру, я езжу на тренировке, дает возможность, я это не считаю, даже это бесплатный бензин, грубо говоря, для меня. И мне очень нравится то, что с помощью машины, когда у меня появилась в Польше машина, я начал работать в такси, я смог научиться путешествовать. То есть, когда ты ездишь просто на машине, ты не видишь города. По сути, я это не считаю. Но я себя заставляю, ну, хотя бы раз в неделю посещать какие-то мероприятия. Потому что, если ты просто будешь работать, а работаю я каждый день, я не делаю себе принципиально выходных, потому что на этой работе я, можно сказать, отдыхаю. Все равно каждый день я выхожу на работу. И я стараюсь куда-то заезжать, где-то брать электросамокат, где-то кататься, что-то смотреть, хотя бы ночью. Когда снижается количество заказов, я пытаюсь как-то узнавать город, потому что иначе у тебя просто поедет крыша. И у меня вот на второй, на второй неделе работы у меня начала ехать крыша, когда я начал сознавать, что первый день рождения в жизни я праздную в машине. Представьте, я буду праздновать, вы это увидите в будущем, и Рождество, и Новый год, и много других праздников, дали от родственников. И вы увидите, насколько это негативно на меня повлияло. Но пока вы остаетесь на уровне ноября, и в следующем видео я вам расскажу, сколько все-таки у меня получилось в сухом остатке заработать за целый месяц. Я думаю, что вам это будет интересно. И самое главное, какой я лично себе подарок сделал на свое дне рождения? Обычный таксист в Польше сделал себе путевку. Я полечу, друзья, вы узнаете это немножко попозже. Я опять же говорю, что работа такси, это не для всех, но если вы захотите устроиться, контакты, вы можете смотреть в первом комментарии к ролику. И я вам покажу, как я позволяю себе немножечко отдыхать после рабочей ночи, рабочего дня. Вы это увидите в продолжении к этому ролику. Да, кстати, у меня еще есть второй основной канал. Если вы захотите узнать про эту горе машину, на которой я таксую и от которой у меня отваливается спина, вы также можете посмотреть вот в этом видео и подписаться на канал. Там тоже будут выходить видео, посвященные ремонту и техническому обслуживанию этого драндулета Ford Fiesta 2005 года, который, честно говоря, от меня его уже просто тошнит. Я на нем езжу, потому что он просто дешевле вот этого стакана обоссанного. Поэтому, ребята, будут вопросы, пишите, подписывайтесь. Дальше будет очень много интересного. Вас ждет такая жесть, которую я буду выкладывать только для вас. Как меня кидали на деньги, как я сталкивался с большими проблемами. Короче, все это увидите. Самое главное, просто будьте подписаны. и сейчас приглашаю вас в продолжение ролика. Немножечко ночной в Варшаве. Всем спасибо, всех обнял. Вот вы мне ответите, что им не спится? Блядь, три часа ночи, а им все не спится. Это прикольно. Сейчас пойдем, найдем какой-нибудь самокат и прокатимся. Тут красиво. а у нас а у нас заканчивается батареечка и будем пиздячить мы пешком потому что кто-то гандон и не зарядил нормально самокат потому что он големый ад сейчас покажу вам где жил в лучшие времена конечно свои молодые будете переезжать ваша вот это очень хорошие апартаменты очень хорошие апартаменты стоит правда до хуя а так в принципе никаких минусов больше нет подъемная парковка все короче по красоте завтраки очень классно 100 долларов за ночь если я не ошибаюсь внизу стоят ламборгини на парковке такое классное обстановочки очень классно жить победим к машинке залезем и уедем в закат на ней это цирковой номер пацаны снимать одной рукой такое еще удовольствие смотрите въезжаем стройку а это короче бывший какой-то комбинат наверное тут пиво варили или видим варили ну прикольно так никого нету одни мы с вами до заготовки какие-то а гальванично корова подруга моя привет сейчас мы с ней обнимемся поцелуемся если не наебнемся конечно да конечно сказочно видите не зря я хорошо работает кто хорошо работает то долго катается на самокате такая у меня позиция ничего собой не могу сделать блять сука чуть не наебнулся он смотрите подарочки стоят новогодние красота а он еще смотрите какой рейтет офигенная волю стоит такой никогда не видел живую выглядит очень классно наверно для американского рынка делать а мы с вами пока катаемся нас осталось 32 процента заряда коней надо будет на переправе менять потому что мы так обратно домой не доедем